Добрый день. Я к вам приехала с областного телецентра в рамках информационно-разъяснительной кампании о переходе Российской Федерации, Саратовской области и, конечно же, Балаковского района на цифровое эфирное телерадиовещание. Если раньше была возможность у людей смотреть 4-5 каналов в аналоговом формате, теперь это цифровой формат, и это 20 цифровых каналов телевизионных и 3 радиоканала. К концу года этого все домохозяйства должны быть готовы принимать цифровой телерадиоканал. Что для этого нужно? Для этого нужен современный телевизор с поддержкой стандарта DVB-T2. Такие телевизоры выпускаются с 2011 года, и, как правило, они имеют в паспорте отметку, что они поддерживают стандарт DVB-T2. И внешнюю антенну. Специалисты Саратовского ОРТПЦ и специалисты Российской телевизионной радиовещательной сети советуют все-таки антенну внешнюю, логопериодичную, дециметровую. Также, так как охват очень хороший в Балаковском районе, возможно, многие из вас принимают и на обычную комнатную антенну этот сигнал. Если телевизор старый, мы его ни в коем случае не меняем, если, конечно, нет особого на это желания, мы покупаем цифровую приставку, телевизионную, цифровую, также с поддержкой стандарта DVB-T2. Подключаем эту приставку к телевизору, подключаем внешнюю антенну или комнатную и настраиваем 20 бесплатных цифровых каналов и 3 радиоканала. Сейчас, с 1 июля, вступил в действие ГОСТ, который разрешает размещение антенн общедомовых на крыше здания. То есть общая антенна, разводим ее на многоквартирный дом и также ловим сигнал. Вот специалисты Саратовского РТПЦ и специалисты Российской телевизионной радиовещательной сети не советуют польскую антенну, которую, конечно, много у кого приобреталось. Она аналоговый сигнал ловила довольно неплохо, но многие еще говорят о том, что можно отключить у нее усилитель. Если усилитель отключается, то она довольно неплохо действует, ловит. Продолжение следует... Продолжение следует...